Профессия строителя особо ответственная, ведь от качества производимых работ зависят жизни миллионов людей. С развитием новых технологий работа строителей становится все более эффективней, но все равно остается одним из наиболее трудоемких занятий. Поэтому настоящие мастера этой профессии всегда высоко ценились. И в этот день благодарственные письма и почетные грамоты от мэра и председателя городского собрания Сочи получили лучшие работники этой отрасли и руководители крупных строительных компаний, среди которых был отмечен и Борис Крупнов. За хорошую дорогу на улице Худякова в селе Веселом он накануне получил благодарственное письмо от губернатора, сегодня от главы города. Строительство было, конечно, очень интенсивным. Наверное, никогда так интенсивно не работали, хотя это не первый наш объект. И, в принципе, задачу выполнили. Эти люди – герои. Благодаря их труду и профессионализму Сочи с достоинством перенес грандиозную стройку. Их руками были возведены все объекты в Олимпийском парке. Модернизирована инфраструктура курорта, построены дороги, школы, детские сады, больницы и учреждения культуры. Особое внимание в крае было уделено строительству жилья. Только в Сочи за последние годы строители возвели десятки новых домов. И теперь обустроенные квадратные метры получают очередники, жившие долгие годы в бараках. Строители делают на память, делают на века, и делают для того, чтобы люди смотрели и гордились тем, что сделано. Я хочу им сказать большое спасибо за то, что сделаны школы, за то, что сделаны садики, за то, что сделаны дороги, за то, что сделаны развязки, за то, что людям и туристам, проезжающим в город Сочи, удобно и комфортно. Огромное спасибо. С праздником. И на этом строительство на курорте не закончилось. В первоочередных планах – социальные объекты. В этом году начинаем проектирование таких жизненно и важных необходимых объектов, как школа на Мамайке, школа на улице Пирогова, вдобавок к 23-й школе. Начинается строительство школы и детского садика в селе Беранда. Начинается проектирование школы Совет Кваджи. Уже есть задание от края строить большую школу, больше чем на тысячу мест в селе Веселом. Так что сотрудничество с крупными российскими, краснодарскими и зарубежными строительными компаниями не закончилось. Оно только начинается.